Официальная комиссия В Аквадоре растет число жертв землетрясения. Погибших уже 413. Около 2000 жителей получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. Напомним, мощное землетрясение произошло у берегов Тихого океана в выходные. Его сила составила 7,8 балла. Президент страны Рафаэль Карая заявил, на восстановление потребуется миллиарды долларов. Украина и еще 150 стран мира переходят на новую вакцину против полиомиелита. В ближайшее время в нашем государстве начнет работать комиссия. По итогам она может сказать о завершении вспышки заболевания. Всемирная организация здравоохранения имеет четкую процедуру, как реагировать на вспышки полиомиелита в какой бы стране они ни происходили. Каждые три месяца в такую страну прибывает международная комиссия. В нее входят эксперты из организаций, которые занимаются этой проблемой. Они проверяют ключевые индикаторы, уровень охвата вакцинации, насколько эффективна медицинская система реагирует на новые случаи заболевания. Также оценивается качество просветительской компании. Эксперт говорит, с момента начала вакцинации Украина достигла успеха. Для меня совершенно очевидно, что за три проведенных этапа общенациональной иммунизации детей до шести лет количество привитых возросло. Если во время первого этапа в декабре прошлого года это было 65%, второго этапа в январе этого года 75%, то во время третьего этапа, который закончился в феврале, количество иммунизированных выросло до 80%. В Швейцарии открыли музей легенды немого кино Чарли Чаплина. Комплекс расположен в парковой зоне площадью 14 гектаров. Это поместье Мануар де Бан, в котором Чаплин проживал последние 25 лет своей жизни с женой Уной и 8 детьми. Из США они были вынуждены выехать в 50-х годах в период маккартизма. Артиста обвиняли в антиамериканских настроениях. Здесь великий комик жил до своей смерти в 1977 году. Он умер в 88 лет. Выставка включает фотографии, повествующие о жизни и работе актера, декорации его фильмов. Также здесь восколы и фигуры, включая самого Чаплина, его жены Уны, друзей и людей, которые вдохновляли и оказывали влияние на него. Среди таких Альберт Эйнштейн и итальянский актер Роберто Бенини. Это динамичный музей, он не статичный. По характеру он напоминает того, кому посвящена экспозиция. Он в движении, и это прекрасно. Мне кажется, его стоит посетить. Экспозиция также включит сценические костюмы Чаплина. В одной из комнат будут постоянно показывать фильмы с его участием. Чарли Чаплин родился в Лондоне. В США жил с 1913 по 1952 годы. Среди самых известных его фильмов – «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена» и многие другие.